Слово Богу. Знаете, я хочу начать, зачитав один стих. Будет Кремлином, 8 глава, 28 стих. Все мы знаем это место, известно. Написано. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Очень хороший стих, с одной стороны. А с другой стороны, если он задумался, он немножко пугает. Не знаю, как вас. Хорошо, когда все тебе содействует ко благу, когда тебе дают что-то хорошее. Я чем-то благословляю, у тебя есть какой-то успех, материальный, нематериальный, признание. Тебе это приятно, это тебе содействует ко благу. Но то же самое время, когда мы в своей жизни встречаем какие-то испытания, какие-то проблемы, какие-то лишения. И согласно этого стиха, это тоже содействует нам ко благу. Слово Божие, оно истинно, да, я аминь. Нет никакого сомнения в том, что там кто-то писал, там кто-то еще что-то. Возможно, у людей в этом мире есть какие-то там сомнения, сатана навевает, но у детей Божьих нет никаких сомнений. И все, что написано в Библии, это истина. Нельзя ничего добавить, ничего убрать. Если вдруг мы что-то не так понимаем, и нам кажется, что что-то не так написано, это не так написано. Это означает, что мы еще не до конца это можем понять. Мы не до конца достигли этого духовного возраста, чтобы мы это могли понять, чтобы мы это могли вместить, познать волю Божию. И смотря на этот стих, ты понимаешь, что написано, что любящим Бога, признанным по Его изволению, все содействует ко благу. Начинаешь понимать о том, что все, что происходит в твоей жизни, оно должно содействовать к твоему благу. Запрашивая о том, что такое благо, как ты думаешь, ищешь, смотришь, во всей Библии написано, что очень много Господь благословлял, там и то было, и то, и то было ко благу, там, к такому или такому человеку. Вообще благо – это хорошо. Благословение – это доброе слово, благодать – это то, что доброе, кому-то что-то дают. То есть все, что с тобой происходит, все приводит к тому, чтобы у тебя было хорошо. И знаете, размышляя так и понимая, что если ты считаешь, что в твоей жизни то, что с тобой происходит, не делает тебе хорошо, то это значит, что-то не так в твоей жизни. Я размышляю, беря много примеров из Библии, многих великих мужей Божьих, которые жили, которые были испытаны, которые подвергались гонениям, смотришь на их деяния и смотришь на их конец в результате всех этих испытаний, которые они получили. Возьмем Давида, например, юноша, который пас овес, которого Самуил пришел, не помню, в 14 или во сколько лет, он его помазал на царя, в то же самое время, когда был жив еще царь Саул, полон сил, полон всего окружения, сторонников, войск, богатства. И в то же самое время Давид ему служит, у него какие-то испытания, когда Саул его возненавидел, когда он хотел его убить, когда Давид скрывался многие-многие года, и казалось бы, что тут может быть хорошего. Человек, Бог сказал ему, что ты будешь царем, я тебя выбираю, я тебя помазываю на царство, у Давида есть обетование в его сердце. Но в то же самое время он увидит, что нету этого успеха, нету этого благословения в его жизни. Он смотрит, что Самуил, известный пророк, у которого нет сомнения того, что Самуилом был Бог. Это был единственное в то время пророк, судья Израиля, он его посвятил, он его осветил, он его помазал, говорит, ты будешь царем, Бог избирает тебя. Ибо Господь смотрит на сердце человека. Когда Самуил пришел в дом Ессея, я выбирал старших, я смотрел на старших сыновей Ессея, я думал, этот будет царем, Бог ему говорит, нет, я думаю, вот этот, наверное, будет царем, восстатен, красив, силен, а Бог говорит, нет. Ибо человек смотрит на внешность, а Бог смотрит на сердце человека. И вот по этим критериям, которые у Бога не такие, как у человека, Бог избрал Давида. Бог избрал Давида, но он не дал ему сразу того, что он ему обещал. Давид много вскрывался, терпел лишения, он был признаваем народом, но не был призван царем. Он не получил обещанное. Сколько десятилетий он так скитался и ходил. Он терпел эти лишения, опасность для жизни, пока он не претерпел. И не сохранив верность Богу в своем сердце, не получил обещанное. Любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. И знаете, размышляя над этим стихом, над этими примерами, понимая, что очень много в нашей жизни происходит то, что нам не нравится. То, что мы считаем, что мы могли бы этого избежать, мы бы с удовольствием вообще даже не касались этого. Не касались никакой болезни, чтобы она к нам тоже не касалась. Из каких-то там бед, горя, разлуки. Но в то же самое время понимая, что если Господь это посылает нам, то это должно быть ко благу. Иов очень яркий пример того, как Господь благословлял до этого, как человек был верен Богу. Не было в то время там такого же верного человека Богу, как Иов. Он приносил жертву за грех своих детей, даже, как бы, говоря, что, возможно, они похулили или как-то не прославили Бога. Возможно, они где-то согрешили. И он приходил перед Богом, становясь правом за своих детей, ревнуя о них, ревнуя о том, чтобы самому не оказаться нечистым. Имел благословение великое от Бога, был богатейшим человеком той земли и одномоментно лишается всего. И что он мог сказать? Что он мог подумать? Он сел в яму, вскоблил свое тело от проказа и молчал. Ему в джинае он говорил, да похули ты Бога и умри. Пришли его друзья и не могли ничего сказать, просто молчали вместе с ним. Сколько дней? Потом начали рассуждать, говорить, говорить одно, вроде бы нужные правильные слова, но потом в конце, когда Бог говорил Иову, явился к нему и сказал этим друзьям, что вы говорили не так правильно, как рабы Иов, и пусть он помолится за вас и принесет за вас жертву. И после этого Бог, испытав его, Иов доказал свою верность Богу, Бог его благословил еще больше. Да, казалось бы, нашим человеческим разумом, нашими человеческими понятиями как-то непонятно. У него было дети, было имущество, он их всех потерял, и потом Бог дарует ему новых. Казалось бы, неравнозначный какой-то обмен. Но тоже самое время понимаю, что если Господь что-то делает, он делает правильно. И знаете, если мы в нашей жизни считаем, что что-то у нас происходит не так, как нам хочется, то нужно обратить внимание в нашем сердце на то, какая цель нашей жизни. Каждый из нас ставит какую-то цель. Если цель нашей жизни быть добрыми христианами и получить тот обещанный венец правды, который Господь обещал верным ему, тогда это хорошо. Тогда мы должны понимать, что все, что не происходит в нашей жизни, все будет нам во благо, если мы будем верны Богу. Если мы будем сохранять свое сердце в чистоте и в святости. Но если мы считаем, что Бог поступает с нами несправедливо, и нам хотелось бы больше какого-то материального, плотского, успеха, или еще что-то мы-то не имеем, или наоборот лишаемся, тогда мы должны понимать, что в нашем сердце нету Бога. И в нашем сердце мы на первое место поставили не Бога, не то, что Он хочет, а то, что нам хочется. Те какие-то желания, какой-то тот успех, тот комфорт, к которому мы привыкли. Знаете, в своей жизни я как-то успел пожить и при хорошем комфорте, очень, и при не очень. Знаете, когда ты живешь, у тебя все хорошо, ты живешь в состоятельной семье, в хорошей семье, проблем в деньгах нету, проблем там еще в чем-то нету, а потом вынужден всего лишиться, переехать, и даже туалет находится на улице, то как-то очень сложно к этому привыкнуть. Очень сложно это вместить, понять, и плоть бунтует, и очень кажется, что все не так. Какое-то раздражение постоянное в сердце. А на кого раздражение? Да, это не от тебя зависит, что так произошло. На родителей, или на семью, или на людей, которые так поступили, или еще что-то. На кого раздражаться? Ну, проходит одно, проходит другое. Господь убирает, выводит из долины, поднимает на холмы, если мы будем верны Господу. Если наше сердце будет верно Господу, тогда Господь благословит вас сто крат. И эти решения, которые проходят в нашей жизни, они ничто, если мы будем ему верны. Знаете, Ярослав говорил на первом служении про жемчуг. Вспомнилась у меня история, однако, читал про Японию. Там есть много жемчужных ферм. Как-то читал про то, как жемчужная ферма собирала урожай, и жемчуг вывозили грузовиками. Потом нашел эту информацию, вырожайность этой фермы, которая выращивала жемчуг, до 100 тонн жемчуга в год. Представьте себе 100 тонн. Это 5-20 тонн фур, или 10 грузовиков поменьше. Это очень много. Это не единственная ферма, которая производила жемчуг в мире. В Китае, которая сейчас, например, является лидерным по производству жемчуга, он продается по 2000 юаней за килограмм. Там юаня сейчас 3,8, 3,9, ну ладно, 10 тысяч гривен за килограмм. Представляете, килограмм жемчуга, он такой кулёк хороший. А стоит он дёшево. Но в то же самое время, это искусственный жемчуг, который выращивается, да, он есть идеальный, он есть хороший, но стоимость натуральной жемчужины, которая хорошего качества, достигает до миллиона долларов за одну жемчужину. И почитав такую информацию, вспомнил эту притчу, которую говорил Иисус про Царство Божие, что ещё подобно Царству Небесному купцу, ищущему хорошую жемчужину, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошёл и продал всё, что имел, и купил её. Он нашёл одну жемчужину, которая была драгоценнее всего. Продал всё, что имел, и купил эту одну жемчужину. И он был удовлетворён этим. Ему этого хватало. Это была цель его жизни. Он был рад. И знаете, ещё один пример из нашей жизни, не из нашей, возможно, из современной жизни. Так же самое жемчуг, это хорошо, у него ещё и алмазы. Знаете, сколько добывается алмазов в год? Крупнейшая там компания Дебир, которая производит алмазы, она производит более полторы тонны высококачественных алмазов в год. Полторы тонны алмазов – это очень много, я вам скажу. То, что они так дорого стоят, это уже проблема немножко другая. И вот на одном руднике был такой случай. Один из самых больших алмазов, по-моему, 380 с чем-то каран, не важно, его нашли не в руднике, где его искали, его нашли в отвалах пустой породы. Отвала, то есть алмаза берётся в ковш, эта порода просеивается через решётку, которую отсеивают крупные булыжники. Эти крупные булыжники выкидываются в грузовик, и куда-то вывозятся там в отвалы, в дороги, ещё там планируют его. И вот просто в дороге, там, где была вся эта порода, нашли алмаз, причём очень большой. И люди поняли, что они отсеивали, возможно, они отсеивали очень много алмазов, которые они не могли найти. И эта компания вложила около сотни миллионов долларов для того, чтобы переоборудовать всю систему своей очистки и отсеивания крупной породы, для того, чтобы из расчёта на то, что если она найдёт хотя бы один алмаз такого размера, это окупит все её усилия за десятилетия. Представляете себе? Люди вложили кучу денег, кучу усилий для того, чтобы найти, возможно, теоретически существующий один алмаз очень большого размера, который окупит все их усилия. Это, знаете, такой очень небольшой, очень яркий пример того, как люди чётко ставят приоритеты в своей жизни. Например, это компании, которые зарабатывают на этом деньги. Они считают, что это хорошо, они ищут, они вкладывают свои усилия какие-то для того, чтобы получить прибыль. У них прибыль выражается в чём-то материальном. У них в деньгах, в успехе, в призвании. Есть такие алмазы, особенно самые крупные, которые оценщики, они не могут их оценить. Они в принципе не могут их оценить, потому что никогда такого ничего крупного и дорогого не было. Нет людей, которые их могут купить, потому что ни у кого нету таких денег. Но такое существует. А вот купец, который нашёл эту жемчужину, он продал всё и купил её. И этому подобно Царство Небесное. Знаете, если какой-то алмаз, есть там величиностанец на шаре, который невозможно оценить, и который, казалось бы, никому и не надо, кажется, но он есть. А есть Царство Небесное, которое намного дорогоценивает этого алмаза, которое тоже невозможно оценить. Но Господь дарует нам возможность бесплатно, без каких-то там сверхусилий обрести его и получить его. У каждого из нас есть эта возможность. И знаете, как дети перед нами говорили, что в одном примере, когда если мы собираем на небесах, то мы это будем иметь всегда. И если мы будем собирать на земле, то оно сгорит, и мы с собой его не возьмём. И возвращаясь вот к первоначальному, что всё, что любящим Бога, призванным по Его изволению, всё содействует ко благу. Если в нашей жизни наша цель есть найти вот этот алмаз, эту жемчужину небесную, неплотскую, тогда всё, что не будет происходить в нашей жизни, мы будем всё просеивать и пропускать через Слово Божье, через фильтр Слова Божьего. Нашу жизнь, наши поступки, всё, что с нами происходит. И тогда мы будем понимать, что мы должны сделать. Тогда мы должны будем понимать, для чего это посылается в нашей жизни. Для нашего ли испытания, для нашего ли укрепления, возможно, для того, чтобы Господь явил славу Свою. Знаете, когда читаю место, когда Иисус исцелил слепого, кажется, когда Его с ученики спросили, а кто согрешил Он или Его родители, в том, что Он такой, а Он 40 лет сидел у храма и просил милосты. Он говорит, Бог говорит, никто не согрешил. Но это было явно для того, чтобы была явно милость Божия, чудо Божие. Возможно, кто-то из этих людей, если бы был какой-то другой человек, он бы не смог столько выдержать в таком состоянии эти 40 лет. Многие его покончили с собой, многие его просто умерли, там, не знаю, упали бы. Но этот человек был при храме. Да, он не был в храме, он не служил Богу, но он был при храме и просил милосты. И когда Господь его исцелил, он вошел, он храмой, простите, он был не слепой, он вошел в храм, славя, искачая, славя Бога. Каждому из нас Господь дарует то, что мы можем понести. Никому из нас Господь не дает то, что мы не можем вынести. То, под чем мы сломаемся, что мы не пройдем, что мы... А чего мы получим? Урон, от которого мы духовно умрем. Каждый из нас проходит именно то, что ему необходимо. Ибо все мы разные. Но все мы должны прийти к тому идеалу, который есть Иисус Христос. И знаете, вот это Римлянам 8,28, но 8,29 и дальше я хочу прочитать. «И при том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Его, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас? И вот этот последний стих, знаете, он ободряет очень сильно. Ибо если бы нам кажется, что вот нам тяжело, нам плохо, мы падаем, мы не можем пройти, мы будем помнить об этом, что если Бог за нас, кто против нас? И в послании к Тимофею написано, 2 Тимофея 2,19, «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа». У нас есть твердое основание, на котором мы должны основываться, на котором мы должны строить всю нашу жизнь, мы должны строить все наше духовное строение, наш храм, который мы строим на протяжении нашей жизни. Но это основание должно быть запечатлено, «Познал Господь своих и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа». Если мы будем рождены от Духа, если мы будем духовными, мы будем понимать, что и как происходит в нашей жизни. Если Господь что-то посылает в нашей жизни, мы будем взывать к Нему, и Он откроет, что нам делать. Не будет ни у кого ропота в наших сердцах, не будет ни у кого слабости, но Господь укрепит, Господь поддержит и никогда не оставит, если мы будем верны Ему. Да благословит нас Господь, чтобы мы это помнили и понимали. И еще для нашего укрепления, зачитав Иакова, послание 1 глава 12 стих, «Блаженщий человек, который переносит искушение, потому что был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Как я вначале прочитал, что все содействует ко благу тем, которые любят Бога и которых Господь призвал. Если любовь к Богу есть в наших сердцах, желание Ему служить, если Он нас призвал, а мы откликнулись на Его призыв и пришли к Нему, и служим, мы прикладываем какое-то усилие, которое у нас есть в нашей жизни, какое-то старание, тогда все у нас будет хорошо в Боге. Тогда Господь будет заступаться за нас, Он будет вести рукою Своей, где бы мы ни находились. Он выведет из любой пучины, из любой долины, из любого темного леса, где мы, возможно, по своей какой-то глупости или несмотрительности зайдем, но мы будем вместе с Богом, а Он будет вместе с нами. Да благословит нас Господь, да бы это было в нашей жизни. Знаете, желание с сердцем, вот мы помолились, дабы Господь нам в этом помог, дабы целью нашей жизни был поиск этой жемчужины, которая и Царство Небесное, дабы ничто в этом мире у нас не было, знаете, невозможно было на одну чашу весов поставить эту жемчужину, а на другую чашу весов чем-то ее уравновесить. Чтобы мы не кидали на эту вторую чашу весов, хоть и весь мир, оно не уравновесит это. И чтобы в нашем сердце было именно так, а не наоборот. Аминь.